Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами сегодня поделиться одним прекрасным словом из Писания. Будем называть наше слово «Жертвенник». В книге «Бытие» мы замечаем одну удивительную деталь. Бог там показывает, как Бог действует среди людей, и какое отношение, и какое действие может быть между людьми без посредничества. Фактически наше любое общение и отношение имеет нечто, что связывает одного с другим. И вот Бог, создавая человека, когда человек упал и в своем грехе, Бог искал способ и показал способ, каким образом человек может восстановить вот это отношение человека с Богом. И этим показал, что точно так же и в отношении человека с человеком может быть восстановлено это отношение. И единственный способ, единственный путь, которым человек это может делать, это жертвенность, это жертвоприношение, это уступка друг к другу, это любовь друг к другу, это желание спасти друг друга. Без этого компромисса, без этого человеколюбия, Без этого желания спасти или спастись невозможно вот это делать. Итак, замечаем, что в книге «Бытие» есть 12 жертвенников. Эти жертвенники были созданы и со стороны Бога, и со стороны человеков. Бог показывает это удивительным образом, когда Он одевает людей в кожаные одежды. Конечно, любая жертва подразумевается об Иисусе Христе, любая жертва говорит об Иисусе Христе. Любым жертвоприношением Бог показывал о грядущей жертве, о том, что Он уже приготовил эту жертву. Как написано, что будут поклоняться зверю все те, у которых именно не написаны в книге жизни Аганца закланного от создания мира. До того, как создавать этот мир, до того, как создать все это, Бог уже приготовил эту жертву, и Бог все создал, все буквально создал через этого прекрасного архитектора Иисуса Христа, через эту жертву, через этого закланного Аганца. И вот этот пример Он передал Адаму, через Адама, Адам передал Еносу, Сифу, своему потомству, и вот это дошло до Авраама. Через Авраама Бог создал несколько жертвенников, и потом Он это передал своему сыну Исааку. Исаак создал жертвенник, что и передал своему сыну Иакову, и вот Иаков создал тоже несколько жертвенников, и таким образом книга Бытие приходит к своему концу. Бог, когда уже хотел вывести, выводить израильский народ из-под египетского ига, гнета, Бог привел их в пустыню Сын, и там Он начал учить их, как нужно готовить жертвенник. Как нужно готовить жертвенник? Сначала Бог дает каждому из нас понятие об этом, что нам нужен жертвенник. Сначала Он дает это, но Бог ничего от нас не требует. Бог ничего не требует, но Он сначала показывает пример, показывает, как это должно быть, как бы в жизнь другого человека. Как бы мы становимся наблюдателями, наблюдаем, как это строится, что это делается. И вот книга Бытие именно это показывает. А потом Бог обучает каждого из нас в книге Исход, как нужно строить жертвенник. И вот этот академический жертвенник, и вот это скинье собрания, где люди должны были искать лицо Господа, Его голос, Его ответы на все интересующие вопросы. И когда это уже было готово, когда был готовый академический жертвенник, это обозначает, что когда внутри меня и внутри тебя этот жертвенник уже готов. Вот этот жертвенник и не где-то находится, а он находится внутри нас. И Бог, когда подготавливает это внутри нас, только тогда Он переходит на другую книгу. Это книга Левит. Именно книга священников, книга священнодействия, где Бог человеку говорит, если кто хочет принести. Если кто хочет принести жертву всесожжения, или если кто хочет принести жертву хлебного приношения. Именно здесь начинаем сознавать то, что в 39-м псалме 7.8.9 говорится, что когда Он водит первородного Своего во Вселенную, Он говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел и не востребовал». Интересно то, что Он не требует. Он просто говорит, если кто хочет. От этого зависит остальное и дальнейшее действие. Если ты не захочешь, Бог не заставляет тебя. Но Бог сначала помогает тебя подготавливать, готовить внутри тебя жертвенник. И когда этот жертвенник внутри тебя готов, только тогда Он дает тебе понять, что если ты захочешь, можешь жертвовать. Без жертвы невозможно в жизни добиться чему-то. Позитивному, успешному невозможно. Даже в учебе, даже в делах, в любых делах, если ты не будешь жертвовать конкретно, не будешь делать искренно, чисто, добросовестно, это все жертва. Дело не пойдет так. Однажды дело, которое ты будешь делать, любое дело восстанет против тебя, потому что ты подошел к этому делу недобросовестно, без жертвы. А когда ты жертвенно это делаешь, тогда твое дело получается как совершенное. И всегда возвышает имя твое, потому что ты садил это дело. Господь обучает этому. Священное действие перед Господом может быть только через жертвенник, через жертвоприношение. Ты можешь положить на жертвенник то, что у тебя есть. Но если ты не хочешь положить, Бог никогда не будет требовать, но и не будет отношения никакого тебя с Богом. Почему? Потому что написано, что Бог живет в неприступном свете. И Бог окружил себя тьмою, мглою. Почему? Это бесовская мгла. Вот эта тьма, которую окружает. Иоанн говорит, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Почему? Почему Бог так поступает? Соломон тоже говорит, что Бог желает обитать во мгле. Почему? Потому что любой человек, если не захочет войти в эту тьму, в эту мглу, и пробить вот эту мглу, эту тьму, и подходить ко свету, он никогда не будет жертвовать. Значит, если ты подходишь туда, ты должен жертвовать чем-то. И вот если ты не жертвуешь, ты не можешь пробить эту тьму. Значит, ты ценишь Господа. Если ты пробиваешь вот эту мглу и подходишь к Господу через твои жертвы, жертва хвалы, жертва посещения кому-то, жертва вспоможения, вот любая жертва. И вот именно вот эти жертвы и помогают тебе пробывать эту мглу. И когда твой жертвенник уже наполнен жертвою, Бог переводит тебя в другую книгу. Это книга числа. И вдруг там начинается война. Война против народов, которые грешны. Война против вот этих грехов. Люди не понимают, что они находятся под гнетом греха. И когда ты начинаешь освобождаться, и когда ты даешь жертву, вот эти греховные, эти бесовские войска начинают нападать на тебя. Именно тогда начинается твоя война. Война – это мощная война, сильная война. Во время этой войны очень многие падают. Почему падают? Потому что именно вот эти три полюса, через которых бес нападает на тебя. Бес нападает на тебя через твою гордость. Бес нападает на тебя через женщин. Бес нападает на тебя через желание обогатиться. Через богатство, через деньги. Вот эти три языка, которые бес употребляют в жизни твоей. Если ты не будешь жертвовать в твоей жизни, то ты упадешь. И все люди падают в этом, если они не жертвуют. Любой человек, никто не устоит. Многие падают через деньги. Многие падают через женщин. И многие падают, очень многие, и можно сказать, все падают через гордыню, через своего «я». Именно Бог этому обучает, подготавливая нас, жертвенник, чтобы мы могли жертвовать. И когда мы уже поняли, и начинаем воевать, и начинаем противостоять, и начинаем жертвовать, тогда Бог приводит нас в книгу «Второзаконие», где Он начинает глубочайшим образом открывать свой закон. Что такое закон? Закон – это не то, что запрещает. Закон – это не то, что позволяет, разрешает. Нет, не это есть закон. Закон – это внутреннее состояние человека. Закон – это мораль человека. Закон – это внутренняя часть, это природа человеческая. Закон – это духовная сфера и духовная жизнь. Закон – это объясняет, кто такой Бог, Его естество, природа Бога. Именно когда ты начинаешь уже воплощаться Богом, и с Богом становишься одним целым. Академически прекрасный пример – это в Третьем Царстве, когда Илья на горе Кормил собрал 400-450 лжепророков и собрал весь Израиль. Они собрались туда. И вот он должен был подходить, чтобы принять жертву Господу. Во-первых, если мы обратим внимание на действия этого прекрасного пророка, мы заметим, что он для Господа взял самое лучшее. Хотя и он дал возможность этим лжепророкам и поклонникам дьявола избрать себе телца, однако написано так, что они взяли телец, который был дан им. То есть они были лишены вот этого права избирать. А он избрал самое лучшее, именно лучшее для Господа. И вот посмотрите на действия его. Он пошел. Он восстановил жертвенник. Восстановил. Он не построил новый жертвенник. Он восстановил разрушенный жертвенник Господа. Внутри тебя, если этот жертвенник разрушенный, не ищи никогда нигде другого жертвенника. Ты просто восстанови этот жертвенник внутри тебя. Потом он взял и положил на жертвенник дрова И на дров он положил вот эту жертву Вокруг жертвенника он сделал ров, глубокий ров И вот смотрите, как интересно Что такое ров? А то, что вот, когда Бог требовал, что у чистого животного должно быть копыта И копыта должны были иметь глубокий разрез Это был прообраз того, что чистый человек должен иметь глубокий разрез Глубокий ров между собой, между миром всем Ты должен отделить твой жертвенник от мира сего Этот мир не имеет права иметь доступа к твоему жертвеннику Никто, никогда не имеет права иметь доступ к твоему жертвеннику Это твое сердце Бог заранее предупредил, что камни жертвенника должны быть не обтесанные. Потому что Бог сказал, в тот момент, когда ты прикоснешься твоим теслом к камням жертвенника, ты осквернешь жертвенник. Это чисто дело Духа Святого. Никто это не может делать, кроме Духа Святого. Поэтому никто не имеет права войти в твою территорию, ты должен делать уров, чтобы никому не позволить туда пойти и пройти. И чтобы это было конкретно, он взял самое дорогое в то время, это была вода. И он приблизительно 12 ведр воды налил на жертву, на дрова и на жертвенник. И написано, что ров наполнился водою. Ров наполнился водою. Может быть там были люди, стояли, они нуждались в этой воде, и все тогда нуждались в этой воде. Как написано, что небо было закрыто 3 года и 6 месяцев. Это было больше, чем золото, вода. И он самое дорогое налил на этот жертвенник в тот момент. И ров наполнился водою. Вода – это пробор Слова Божия. Твой жертвенник должен был отделен от мира сего. Твой ров должен был наполнен именно Словом Божиим. Дьявол никогда не сможет перейти это. Если твой ров будет пуст, он перейдет. Но если твой ров будет наполнен Словом Божиим, и ты будешь знать Слово Божие, и ты будешь вооружен этим Словом, он не сможет обмануть тебя. Не сможет. И именно тогда, не просто так, а во время вечерной жертвы. Потому что вот когда, как Бог поставил, как поставил Бог, Он так подошел во время вечерной жертвы. Он подошел к жертвеннику и призвал им о Господне. И Бог ответил в огне. Так же и твой жертвенник будет быть отвечен огнем. Огонь Духа Святого будет на твоем жертвеннике. И сожрет, и примет все, буквально все. Все, что там есть. И дрова, и жертву. И все это будет Бог принимать. Потому что Бог ожидает именно этого. Бог это хочет. Значит, пускай Дух Твой радуется перед Господом. Пускай Дух Твой наполнится присутствием Божиим. И да поможет тебе Господь, чтобы ты был исполнен Духом Святым так, чтобы тот жертвенник, который Бог показывает тебя в жизни других людей, тот академический жертвенник, который Бог подготавливает, приготовляет внутри тебя, и вот то состояние жертвенности, которому Бог обучает тебя и дает тебе способность жертвовать, чтобы это было в твоей жизни. Да поможет Господь. Благослови Господь Тебе и Твое служение. Мир дому Твоему. Аминь. Мир дому Твоему. Мир дому Твоему. Продолжение следует...